Я очень долго от этого отбивался, и я не хотел это делать, честно говоря, потому что мне сказали, что если я сделал этот ролик, то на меня навечно приклеится ярлык ностальгатора, но очень сильно просили, и история такая слезливая, поэтому моя консоль Dendy. Давайте, короче, быстренько расскажу, чего и как, чтобы просто этот груз со своей души, так сказать, скинуть. Родился я, конечно же, в Сумах, прожил там достаточно бедно, ну, бедное детство было, как и у всех, тоже у меня удивительная какая-то история, и однажды мне подарили Dendy. Понятное дело, это было какое-то событие невероятного масштаба, потому что, ё-моё, Dendy подарили, наконец-то могут, играют все, Dendy, Dendy, новая реальность. Кстати, тоже такой небольшой интересный рассказ, я в детстве не видел передачи Супонева, потому что их в Украине особо не показывали, поэтому я, честно сказать, вообще не знаю всей этой темы с его передачей. То есть, джунгли зовут, я видел, другие какие-то передачи вел, но Dendy, новую реальность, не припомню, вот вообще, от слова совсем. Так вот, возвращаясь к Dendy, подарили мне Dendy, и была она у меня две недели. Из первых игр у меня там была Battle Toads и Double Dragon, естественно, многоигровка, и вот то, что вы сейчас видите на экране, это Айк-Айк, Некетсу, Хокки, Чё-то Там, Челлендж, бла-бла-бла. Мне её дал мой старший дядя, который тоже обладал Dendy, который тоже увлекался игрой на ней, и вот дал мне в неё погонять. Это вот были те игры, в которые я большую часть времени и поиграл, потому что прошло где-то две недели, и приставка сгорела. По какой причине приставка сгорела, совершенно непонятно. Мы носили её в ремонт, её вроде бы как отремонтировали, а может и нет. Вот не помню, кстати, вот даже врать не хочу, но что-то вроде бы как она у меня ещё побыла, поработала, она снова сгорела, и приставка у меня на этом кончилась. Больше у меня её не было. У мамы, естественно, не было никаких денег купить новую, потому что она работала медсестрой и не получала зарплату по полгода. Я этого, конечно же, не знал, и были такие события, за которые мне до сих пор там в некоторой степени стыдно. То есть там, когда приходили, например, всякие гости, я просто приходил, начинал биться в истерике, и прям вот при них, да, и устраивать шоу типа «Мама, мама, купи Dendy». «Купи Dendy, мама, я хочу!» Я специально вот прям намеренно делал это при всех, думал, может, хоть как-то это её заставит её купить. И она мне её, естественно, не покупала. Я только спустя годы понял, что, ну, насколько скотское было моё в этом плане поведение, и, ну, просто это было в силу того, что я мелкий и не понимаю ситуацию как таковую. И это было очень грустно. И в какой-то момент всё равно мама психанула, наорала на меня, что-то там, типа, не делай так никогда больше, я продолжал так делать, бла-бла-бла. Думаю, ладно, возможно, я куплю себе её сам. Ещё есть такая в Украине штука, как калятки. Это приурочено к какому-то христианскому празднику, я, к сожалению, уже не помню какому. И ещё я знаю, что, например, в Москве и в России я не встречал такого обычая и вообще такой штуки. В общем, суть в чём, в какой-то определённый христианский праздник ты можешь и должен приходить с утра к соседям, засевать им, как бы, жильё. То есть ты берёшь с собой всякое зерно, ты приходишь к ним, начинаешь засевать, петь калятку, таким образом, вроде бы, как ограждая жильё людей от нечистой силы. И за это тебе должны люди, которым ты калядуешь, должны дать тебе там либо конфет, либо какую-нибудь денежку, либо что-нибудь такое. Собственно, в наше суровое время для меня, не считая сбора бутылок, это был, ну, как бы, и денег, которые на свадьбах тоже засевали, это был единственный способ поднять бабла, чтобы стали другими дела. И в один из таких праздников я поднял невероятные по тем временам 40 гривен. 40 гривен, это чтобы вы понимали. Жвачка тогда стоила 10 копеек, мороженое Бэтмен стоило 50 копеек, мороженое Рожок в Макдональдсе стоило 25, по-моему, копеек. Ну, я не помню точно, но что-то в этом духе. Собственно, и буханка хлеба стоила тоже, по-моему, 75 копеек. То есть, вы сами прекрасно понимаете, какой большой объем денег для малолетнего Андрея Петровича. Да, 40 гривен, ё-моё, вообще, чего и как. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь. Думаю, круто, это будет моя первая инвестиция в то, чтобы купить себе, сука, Денди. Дальше произошло очень грустное событие, опять-таки, мы жили в нищете. Мама у меня просто забрала эти деньги и не дала мне купить Денди. Она вместо этих денег на Денди, она пошла и купила мне куртку. Я очень долго по этому поводу, естественно, убивался и рыдал, потому что какая, блядь, куртка, я хочу Денди, мама. Все уже играют в Сегу, а Максим в Плейстейшн, я хочу Денди. Господи, как же мне было грустно и обидно. Но вот купили мне куртку, я периодически это... Опять-таки, я сейчас это понимаю, что это... Я бы сделал точно так же в такой ситуации, какая к черту, блядь, игрушка, ребенок. Ребенка не во что одеть, зарплату не платят. Ну, как бы, ну, что делать, ну, реально тяжелейшая ситуация, да? Но, опять-таки, поясни это малолетнему ребенку. Я еще сильнее рыдал, я ходил и стерил. Я еще потом это много лет маме вспоминал. Она потом, правда, передо мной даже за это извинилась. Типа, говорит, чувак, вообще, типа, да, это было не очень хорошо. Но я ее уже понял, я на нее уже с возрастом понял, что обижаться не надо. Типа, камон. Ну, нет, это было абсолютно правильно сделано. Потому что, ну, одежда все-таки, это, безусловно, важнее, чем ссаны и видеоигры. Не правда ли? Но тогда мне было очень грустно, обидно и смешно. Но суть в том, что тогда я себе пообещал, что... Когда я вырасту, я куплю себе несколько Dendy, и я буду покупать себе все приставки, которые я захочу. Я буду покупать их все! И вот это, видимо, реально вот тот момент стал какой-то моей детской психологической травмой, которая в том числе меня подтолкнула к тому, чтобы вот покупать как можно больше консолей. Потому что, например, сейчас у меня вот две Dendy, даже три. Одна вот у меня сейчас в руках, вторая вот сейчас подключена к телевизору и показывает заставочку. Третью, по-моему, то ли дал Юрцу погонять или подарил, то ли я куда-то ее забросил. Четвертая у меня, по-моему, в сумах. Да, у меня их четыре штуки, точно. И не считая огромного количества других консолей. То есть всего у меня где-то три десятка лежит. И список продолжает пополняться. И сейчас вот я понимаю, что, скорее всего, да, это вот это вот собирательство приставок, это пошло из детства, когда я понял, что хочу-хочу все приставки. И к этому меня подтолкнул, конечно же, этот сраненький Dendy Junior. Вот такая вот прохладная былина. Если вы из той половины маршрутки, которая плакала, ставьте лайк за эту историю. Если же вы та половина, которая не плакала, тоже ставьте лайк, пишите комментарий. А больше, мне честно сказать, про Dendy рассказать особо нечего. История абсолютно стандартная, такие же, как и у всех. Те же самые игры, те же самые эмоции, ну, как бы все правда. Самое крутое, пожалуй, сейчас, что у меня есть для нее, это NES Mini, который умеет все то же самое, и может подключаться к HDMI, и нормально играться, и вся херня. И картридж от Кластера, который он мне подарил на день рождения. Вот, собственно, он. Вот, хоп, и сейчас на экране великое-великое множество игр, за которые, будь такой картридж детстве, ну, реально, наверное бы, ну, меня бы грохнули, я не знаю, меня бы ограбили. Квартиру нашу бы обнесли просто для того, чтобы забрать этот картридж. Потому что сколько здесь? Три сотни, по-моему, игр, и все хиты до одного. Каждый хотел бы, конечно, в детстве такой картридж. Вот такая вот прохладная былина. Я знаю, что этот ролик, этот чит-код, его посмотрит много народу, и подпишется на канал, делайте это прямо сейчас. Нет, я не ностальгатор, ни в коем случае. Но, черт возьми, все равно я люблю это дерьмо. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лукасы, пишите свои истории, подписывайтесь на уведомления, и можете еще на мой инстаграм подписаться, там тоже всякие ролики периодически появляются. А следующую тему для моей консоли выбирайте вы, пишите в комментариях, голосуйте за понравившуюся консоль. У меня их достаточно много. И та, которая наберет больше всего лайков, если она есть у меня в коллекции, я про нее, соответственно, расскажу. С вами был Петрович. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok